В Гуш-Хатифе полным ходом продолжается разрушение домов эвакуированных поселенцев. Зелёный еврейский оазис Газы превращается в руины. Всего должны быть разрушены 2500 жилых домов Газы и 314 на севере Самарии. Общественные здания останутся палестинцам. В четырёх поселениях дома уже снесли. В остальной, кроме столицы Гуша, Невет-Калим, работа продолжается и должна быть закончена вместе с уборкой мусора до 15 сентября. Для этой адской работы Министерство обороны наняло частных подрядчиков, а непосредственно разрушением домов поселенцев заняты израильские арабы. Гигантский экскаватор D9 американского производства за 10-15 минут бесстрастно превращает в обломки дом, где люди прожили полжизни. «Это ваш дом?» «Да. Вы специально приехали увидеть, как разрушают ваш дом?» «Я должна это видеть, чтобы сохранить в памяти и рассказать». «Сегодня просто победный день террора и всех арабов. Невозможно поверить, что так быстро стёрки с лица земли 20 лет моей жизни, а у других 30. просто в голове не укладывается, что прошла только неделя, и в гуше нет никого. А ещё через неделю и домов не будет. Всё будет абсолютно так, как было, когда мы сюда приехали. Только тогда были красивые песчаные дюны, а сейчас будут дюны с развалинами. «С Божьей помощью есть у нас много силы и духа начать всё сначала, но эта рана никогда не заживёт». Многие поселенцы, до конца не веря в гибель Гушкатифа, даже не успели собраться. Главам семьи разрешено ещё раз приехать за оставленными вещами. Кто-то разбирает теплицу, кто-то выкапывает дерево. Сносятся дома не полностью, чтобы арабы могли использовать оставшийся стройматериал, в том числе для своего нового палестинского многоэтажного Манхэттена, который будет возведён на месте Гушкатифа. А назван он будет, как и все новые города автономии, в честь борцов за свободу, то есть именем Арафата, шейха Ясина, шахидов-террористов или саудовского шейха-спонсора. Все синагоги Гушкатифа будут взорваны, чтобы не осталось ничего. Не останутся здесь и еврейские могилы, в которых лежат и многие жертвы арабского террора. В ближайшее воскресенье они будут перевезены в Иерусалим и захоронены на Масличной горе. Сейчас на футбольном поле вместо детей здесь гоняют мяч, уставший от размежевания солдаты. Кое-где ещё продолжает сохнуть бельё, тикают брошенные в коробку часы, и даже сам по себе крутится вентилятор. Но очень скоро от еврейского присутствия в Газе не останется практически ничего. Элла Казакова, Гидун Дубинский, специально для канала RTN, Гушкатиф, вернее то, что от него осталось. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова